склеиваем пакет здесь фильтр у нас не проклеивается поэтому клеим с двух сторон сначала приклеиваем сам фильтр на одну сторону потом приклеим фильтр на другую из-за того что клеим с двух сторон чтобы пакет в поле проблеме не прогревался то температуру то есть время вообще температура тут одинаково время ставим поменьше то есть тут получать четыре с половиной секунды чтобы не прожать его с двух сторон вот все отлично вот подержали можно даже не проверять это просто если там для работы выделяется там день стал наделал пакет 100 штук таких 100 штук таких сложим в мешки и все эти пакеты лежат для этого нет уже движения надо пересевать взял пакеты достал там про врачей вот подвести черту вот я вот расскажу притчу когда-то я узнал ее в институте может она наверно может сыграла в жизни такую решающую роль в принятии решения значит история такая что был такой вот мудрец скажем в китае и он очень был уважаемый человек городе он принимал разные так вот решения но он такой очень принципиальный то есть на него невозможно было повлиять и так дальше но люди со временем там предприниматели там бизнесмены там чиновники придумали такой способ у него была жена а жена такая что любила всякие украшения там драгоценности на нее можно было так вот повлиять на день то что называется взятки дайте какие-то там подарки хорошие и она тогда это можно там так как как-то говорила муж согласался вот этот мудрец и получалось как-то можно было повлиять на его решение вот и один раз ну пришел советник и вот говорит что народ все-таки говорит о вас такие слухи что ваша жена берет взятки на вас влияет вот такой мудрец она же свою свою повлиять никак не может и вот он позвал меня к себе надо будет такой вопрос может себе представь человека которого вот такая рука он всегда ходит он вот так держит руку всегда вот ходит он она у него не сгибается только так может ходить он не может там взять ложку вот что такая вот у него рука он всегда вот так держит кто такой этот человек как ты его назовешь он калекар теперь представь себе другого человека который ходит на него рука постоянно вот так и он не может ничего с ней сделать он всегда вот это вот тоже коллега а кто говорит она вот последний вопрос а как назвать человек который всю жизнь ходит и делает вот так это вот взяточниках и врачах такие вот коллеги которые по-другому работать себе на жизнь не могут как-то даже по одному для коллеги в одном и вот я вот эту кричу узнал и это повлияло как-то я не хотел всю жизнь быть коллеги знаете что обидно очень обидно вот например вот даже как ты да учишь врача да потом идешь работать там такая ситуация такая атмосфера воды в больнице например что если ты станешь становишься честным ты просто там не работаешь а там не работаешь понимать это видно судей у нас не знакомы не работают потому что ты честный потому что они уже не могут делать то что хотят они делать потому что им стыдно и не выгодно потом еще один вариант тоже когда должен был там идти на работу я приехал туда и встречался уже своими будущими коллегами я оттуда никогда трезвый не приехал один раз я вообще это мы вырежем или как один раз вообще попал очень такую нехорошую